Приветствую, друзья! В конце 2023 года Путин с удовольствием рассказывал о росте ВВП на 3,5%, об увеличении зарплат на 8%, о росте промышленности на 3,6%, обрабатывающей аж на 7,5%. А от инвестиций-то он вообще в восторге. У нас давно такого не было. Что особенно настраивать на такой позитивный лад? Это 10% рост инвестиций в основный капитал. Что это означает? Гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу. Деньги вкладывают, производство будет расширяться, рабочие места будут создаваться. Ну нет, ничего этого не будет. Коррупция и произвол силовиков всё так же давят частную инициативу. В связи с миром рвутся, экономика деградирует. А цифры? Цифры растут за счёт войны, которую завязал Путин. Это поганый рост, злокачественный. Растёт военное производство, растёт военное строительство, растёт инфраструктура, которая нужна, чтобы попробовать преодолеть эффект от санкций. А санкции, напомню, тоже следствие войны. То есть никакого роста национального богатства нет. А есть пожар войны, в который государство вбрасывает огромные деньги. Россия вышла на невиданный с советских времён уровень милитаризации экономики. Сейчас в Кремле тратят на войну больше, чем США тратили на войну в Ираке. А Россия, к сожалению, не такая богатая страна. При этом за войну расплачиваются все граждане России. Вот как за два года рванули вверх военные отрасли. И посмотрите, насколько отстаёт от них всё остальное. В 2024 году впервые с советских времён государственные военные расходы превысят социальные. 10,7 трлн рублей против 7,73 трлн. А помните, как Путин рассказывал о необходимости пенсионной реформы? Мол, в 2018 году не хватает 3,3 трлн рублей, а к 2030 будет не хватать аж 5 трлн. В текущем году на эти цели мы выделяем из бюджета 3,3 трлн рублей. Если предположить, что мы хотим достичь поставленной цели выйти на среднюю пенсию в 20 тысяч рублей, ничего при этом не меняя, то дефицит пенсионного фонда увеличился бы в полтора раза, до 5 трлн рублей. Для сравнения, это больше, чем все расходы на национальную оборону и безопасность страны. И вот в 2023 году на оборону выделяют 6,5 трлн рублей, а в 2024 закладывают почти 11 трлн. То есть на пенсии денег не было, а на войну их найти удалось легко и с запасом. Помните басню о полуправде? Где наш отец? – вы спрашивали упрямо. «Сын червячок у мамы червяка. Он на рыбалке, – отвечала мама, – как полуправда к истине близка». Путин отправил экономику России на такую вот рыбалку, а его пропаганда кормит граждан полуправдой. Вот давайте развеем несколько таких полуправд. Говорит, доля бедных опустилась ниже 10%. Это рекорд с 1992 года. Казалось бы, есть чему радоваться. Но почему вдруг россияне стали выходить из-за черты бедности? Из-за хорошей зарплаты? Из-за доходов отличного бизнеса? Из-за растущих пенсий? Нет. Это выплаты участникам боевых действий, выплаты коллегам и семьям тех, кто уже не вернется. Государство покупает жизнь и здоровье граждан, отправляя их на бойню. Экономист Владислав Иноземцев называет такую систему путинской смертономикой. Путин с гордостью говорит о снижении безработицы ниже 3%. Но это, к сожалению, не о том, что в России созданы обещанные 25 миллионов высокооплачиваемых современных рабочих мест. Их как не было, так и нет. Просто на войне Россия потеряла уже по некоторым оценкам больше 300 тысяч человек убитыми, тяжело ранеными, пропавшими без вести. Репрессии и угрозы мобилизации вытолкнули вынужденную миграцию больше миллиона человек. В структуре российского среднего класса созидательную часть, то есть предпринимателей, специалистов, заместили люди, которых содержат общество – силовики и бюрократия. И наша страна уже не привлекает, как прежде, трудовых мигрантов. Курс рубля упал, произвол силовиков, поборы ужесточились. А еще к этому добавился риск оказаться на войне. Низкая безработица сегодня означает, что в России просто мало трудоспособных людей. И это прямое следствие решений Путина. Центробанк отчитывается о низкой инфляции. Но есть два «но». Во-первых, если считать инфляцию по потребительской корзине граждан, а не по абстрактной корзине Росстата, то с начала войны цены выросли почти в полтора раза. Это никак не 7%. Во-вторых, даже если опираться на официальные цифры, то прогноз печальный. Посмотрите на этот график. Инфляция в России постепенно разгоняется. Это вынуждает Центробанк повышать ключевую ставку. Она уже на кризисном уровне, но инфляцию это не остановит. Поскольку государство вливает в экономику огромные деньги, которые не связаны с созидательным трудом. Они идут на выплату военным и компенсации за убитых и раненых. Они идут на снаряды и технику, которые уничтожаются на фронте. Это значит, что денег в обороте все больше, а товаров и услуг для людей, мягко говоря, нет. И деньги обесцениваются, поэтому растут цены. Это и есть инфляция. Несмотря на полуправду о низкой доле бедных, инфляция бьет больнее всего именно малообеспеченных граждан. Они тратят практически все свои доходы на еду, а продукты дорожают быстрее всего. При этом государство одной рукой разгоняет инфляцию, а другой борется с инфляцией с запретительно высокой ставкой Центрального банка, которая ложится на бизнес, через него опять на все товары, ну и на ипотеку тоже. То есть ставка ЦБ – это очередные поборы с людей. Невероятно. Но сейчас ставка в России выше, чем в Украине. И Путин не собирается ничего делать по этому поводу. Вернее, кое-что собирается, а это связано со следующей полуправдой. После резкого падения правительству удалось стабилизировать курс рубля. Но из-за политики Кремля рубль обречен на девальвацию. Бюджет России критически зависит от экспортных нефтегазовых доходов. Они уже на пике, а денег все равно не хватает. И чтобы выполнить социальные обязательства, выплатить пособия, пенсии, зарплату бюджетников, нужно много рублей, а еще больше рублей Путину нужно на войну. Так что, как говорил сам Путин, даешь больше рублей за один доллар. Мы бюджет рассчитываем не в долларах, а в рублях. Упала стоимость рубля. Мы раньше продавали товар, который стоил один доллар. А получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились. Ну а то, что все станет еще дороже, так это детали. А еще путинская пропаганда обожает ссылаться на другие страны. Ну что ж, давайте посмотрим, как дела в экономике России под руководством Путина по сравнению с остальным миром. Посмотрите на этот график. С 2012 года мировая экономика уверенно росла, а реальный ВВП России фактически не менялся. Таким образом, доля российской экономики в мировом ВВП за два срока Путина ощутимо сократилась. В 2018 году эксперты Bloomberg посчитали, что из-за путинской аннексии Крыма, агрессии на востоке Украины и санкций, которые за этим последовали, экономика России потеряла почти 10% ВВП. А вот еще один любопытный график. В 2013 году Всемирный банк оценивал российский ВВП на душу населения, то есть, грубо говоря, уровень богатства граждан, почти в 16 тысяч долларов. Этот показатель был в России выше, чем в Латвии, Литве, Польше или Венгрии. Но к 2022 году все эти страны ушли далеко вперед. А в России по душевой ВВП резко упал и не вернулся даже на уровень 2013 года. Посмотрите на эти цифры. Это реальные располагаемые доходы россиян, то есть то, что остается на руках с поправкой на инфляцию и обязательные платежи. Они после 2013 года рухнули и до сих пор не восстановились до прежнего уровня. Даже ударный рост зарплат в 2023 году не дал вернуться к показателям десятилетней давности. Доходы граждан падали почти каждый год, так что дело именно в системных факторах. То же самое касается и пенсии. Несмотря на все номинальные повышения, в реальном выражении пенсии в 2023 году были ниже, чем в 2014. Эксперты говорят, что за последние 15 лет российская экономика пережила 4 кризиса. Это в 2,5 раза чаще, чем нормальные циклические кризисы здоровой рыночной экономики. Российская экономика уже давно не здорова, а руководство страны ее не лечит, а только калечит. Давайте подведем итоги. Что бы ни говорил Путин, политика Кремля прямо сейчас закладывает мины за медленного действия под будущее России. Путин закрепляет технологическое отставание от Запада и усиливает зависимость страны от Китая. Закрепляются перекосы на рынке труда, которые не исправят ни привлечениями мигрантов, ни стимуляции рождаемости. Оборонный сектор разбухает, высасывая соки из остальных сфер. Государственные инвестиции и ручное управление уничтожают рыночную экономику, советизируют всю систему, лишают ее гибкости и устойчивости. Разрыв с долларовой экономикой дает устойчивый отток капитала. Государство вводит новые налоги на бизнес, ставит ограничения для экспортеров, задирает ставку коммерческого кредита. Все это уничтожает стимулы для предпринимательской активности и частных инвестиций. 2024 год может оказаться первым годом, когда средний россиянин остро почувствует истинную цену войны. Симулировать экономику за счет бюджетных средств будет почти невозможно, а эффекты инфляции и давления на рубль как раз проявятся в полной мере. Скорее всего, до выборов в марте 2024 года власти сделают все, чтобы удержать ситуацию под контролем. А вот после этого проблемы будут следовать одна с другой, вести к серьезному кризису. Чем дольше Путин будет оставаться у власти, тем серьезнее будут эти проблемы, и тем труднее будет выход из кризиса. А в России без Путина хорошие шансы стать счастливой страной со здоровой экономикой. С Путиным этих шансов нет. Счастливо вам. Подумайте об этом. Особенно перед выборами. Продолжение следует...